Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Светлана, и здесь мы разговариваем о парфюмерии. Давно меня не было, наверное, вы все помните почему. Если не помните, я вам скажу. Мы собираемся переезжать. В связи с экономической ситуацией в США поднимают налоги на много, и на наш дом в том числе, меняется бизнес, и у многих бизнес меняется, стагнируется, идет вниз. В общем, в связи со всем с этим, не буду вас утруждать с лишними деталями экономической ситуации в США. В общем, в связи с этим нам нужно менять дом, поэтому, если вам интересно, пожалуйста, посмотрите мои прямые эфиры из шкафа, где я запаковывала все ароматы. И в связи с этим я бы хотела дать рекомендацию всем начинающим парфюм-любителям, и особенно коллекционерам. Пожалуйста, не выкидывайте коробки. Пожалуйста. И лучше всего храните свои парфюмы в коробках. Коробки – это часть эстетического восприятия. Это я всегда знала, но, с другой стороны, если парфюм в коробке, как будто бы до него тяжелее добраться. На самом деле – нет. Коробка бережет от падений, от потери крышки. Коробка, когда вы открываете ее, вы получаете весь тот посыл, который планировал вам дать производитель. Мне кажется, это является частью парфюма, частью контакта, творца с нами. Вот. Поэтому вот такая небольшая рекомендация, если вам интересно, если вы только начинаете. Вот. Что еще хотел сказать? Хотела выразить большую благодарность за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за комментарии. Все это очень-очень ценно для меня. Поэтому большое спасибо. Я очень ценю вашу компанию, ваше время и ваше внимание, что вы включаете YouTube и кликаете на мой thumbnail. Спасибо. Очень вас ценю. Очень рада, что мы вместе. У меня сегодня будет сборная солянка. Совершенно не планировала. Сейчас Питер, мой муж, поехал за детьми. У меня выдалась свободная минута, потому что я еще одна новость начала работать. Но у меня не постоянная работа, просто я иногда периодически веду курсы. Вот. Это тоже небольшая новость. И поэтому у меня есть небольшое время, немного времени, чтобы поделиться с вами новинками. И еще также прошу прощения, если я не буду очень тщательно редактировать видео, потому что, опять же, если я очень долго буду редактировать, то я рискую его просто не выпустить. Я бы хотела начать с Black Magento, потому что это единственный аромат здесь, который без коробки. Диас эндурго. И как же он мне нравится. Это совершенно ни к чему не обязывающий летний аромат. Простой. И в то же время он очень свежий, сочный, здесь ананас. Но здесь очень классная мышистая база, шипровая. И поэтому он мне очень нравится. Такая мягкая, как будто такая шершавая база. Дает такое затемнение и класс. Знаете, вот, когда аромат сочный, сладкий, вот ему чуть-чуть не достает класса. И вот здесь за счет мха он появляется. Он очень стильный, летний. Вообще очень классный. Его легко носить. Мне его было очень легко носить. Несмотря на то, что реклама такая, там какой-то ночной клуб. Вот совершенно непонятная мне реклама. Для меня он не ночной. Он дневной. И его просто носить. Что еще хочу сказать? По поводу настаивания парфюмов. Это не миф. Пожалуйста, дайте им время. У меня произошло столько откровений, столько открытий с парфюмами. Я очень многие парфюмы услышала во всей их красоте. Во всей их пирамиде. Понимаете? Раньше я такого не видела. То же самое с этим ароматом. Я его получила, наверное, уже месяц назад. Ну, может быть, три недели назад. И сначала, ну, просто слышала что-то сладкое, что-то такое сочное. Ну, не совсем притерное. Он не притерный. Он очень такой воздушный, легкий. Сейчас по нотам посмотрим. Но мышистость, вот та, которая мне нравится, та, которая дает вот La Classe. Она появилась только, может быть, через недели-две. Вот, поэтому, пожалуйста, давайте своим ароматам настаиваться. И тоже очень важно дать своему мнению сформироваться об аромате. То есть нельзя вот сразу составить об аромате мнение после его получения, после первого вдоха. Хотя и такое бывает. Но вот полное понимание или полный контакт, вот, понимаете, с произведением искусства, потому что это все-таки мы с вами об искусстве здесь говорим, происходит по истечении времени. Вам нужно дать и ему отстояться. И вам нужно к нему приспособиться. Вам нужно вот расчувствовать все эти нюансы, ноты. Ну, я это поняла только пока я разбирала свою бесчисленную коллекцию, по которой, кстати говоря, будет отчет. Я должна сделать статистический анализ. Просто обязана. И я очень хочу с вами поделиться, сколько флаконов, сколько каких, значит, сколько люксовых, сколько арабских, сколько нишевых, сколько от какого бренда. То есть я вот все это хочу для себя понять. Но что я поняла, у меня очень много амбровых ароматов. То есть я фанат, конечно, амбры. Давайте по нотам здесь. Ну и здесь ананас гальбанумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумум который мне дает вот эту вот шершавинку, да, диантус, красивый цветок, вот мне очень интересно, что такое диантус, и в базе табак, сандал и черная амбра, вот видите, я все еще думаю, что я с ним еще буду продолжать знакомиться, но он классный, вот он стильный, он классный, такой, такой, диантус, это гвоздика турецкая, понятно, что ничего не понятно, такой аромат, черная амбра тоже меня интересует, но мне кажется, он еще будет выдавать какие-то свои грани, потому что у Диас Дурга ароматы совсем не простые и очень-очень интересные, несмотря на то, что они не тяжелые, не приторные, не душные, то есть их легко носить и с ними интересно знакомиться, интересно они, в общем, я в восторге, я еще приобрела один аромат от Диас Дурга, который называется Дурга, и о нем я рассказывала, сейчас я его принесу. Я все теперь парфюмы храню вот так, в коробке, поэтому вы можете посмотреть, какая стильная коробочка, такая вот выдвигается, все ноты написаны, это очень я ценю, чтобы не лезть во фраграмтику, и это самая красивая тубероза для меня, то есть я любитель именно натуралистичной такой зеленоватой туберозы, мне необходима зелень, потому что иначе мне слишком приторно. Эта тубероза, она как будто сливочно-молочная, вот в такой пене сливочно-молочной, и это идет, вот эта маслянистость идет от масла корня ириса, и здесь есть еще хризантема, которая дает вот такую терпкую зелень, как будто бы листиков туберозы, и ланг кремовый здесь, то есть вот каждая нота прорисовывает вот эту туберозу, и, конечно, здесь индийская тубероза, потому что Дурга, вы видите, это золотая серия этого бренда, Дурга – это жена, собственно говоря, парфюмера, имя которого Давид Seth Maltz, вот в этом бренде, это супружеская пара, и Дурга – это его жена индийского происхождения, и этот аромат посвящен конкретному моменту в ее жизни, когда каждое утро к ее постели папа ей приносил букет свежих тубероз, в Индии красивые туберозы, и вот она этот свежайший утренний цвет, аромат вдыхала, и вот так она ассоциировала Индию, свое детство, и дальше, видимо, она переехала в Нью-Йорк, потому что Диас Дурга – это Нью-Йоркский, в общем, дальше я не знаю историю, но здесь именно зеленая тубероза, здесь, кстати говоря, добавили немного дыни, я ее не слышу, дыню не очень люблю, признаюсь честно, хризантема, вот эта вот зелень такая вот терпкая, и вот как будто вы листики слышите, и вот и ланг-кремовость, и масло корня ириса я очень сейчас люблю, особенно, спасибо вам, я познакомилась, Soul of My Soul от Эльдо, там так красиво роза смешивается с маслом корня ириса, потрясающий аромат, и здесь даже написали, здесь есть разная концентрация, видимо, масла корня ириса, они взяли 15-процентное масло, здесь абсолют тубероза, жасмин самбак, конечно же, самый нежный жасмин, и нежный, а, утонченный мускус, конечно же, здесь использованы самые лучшие материалы, потому что это любимейшая жена парфюмера, это ее портрет, это самая красивая тубероза, я хотела сделать выпуск про туберозу, на втором месте у меня Carnal Flower от Frédéric Malle, раньше он был на первом, сейчас этот аромат, стойкость приятная, то есть он не назойливый, но и не слетает, он достаточно интимный, но вы его будете слышать, он классный, вот других слов у меня нет, я когда познакомилась с пробником, я была в полном восторге, потом купила travel, и потом два раза у меня не получалось купить с их сайта, и слава богу, потому что на сайте их аромат вот за этот флакон, 50 миллилитров, был 380 долларов, я купила за меньшую цену, и слава богу, я подождала, то есть надо вот подождать, продолжим разговор, и еще один аромат, я с вами распаковывала, тилия, тоже дайте отстояться, вы знаете, вот в таком, кто-то меня спрашивал, в мешочке или не в мешочке, кто-то меня спрашивал, вот в такой кармашек, коробочку открываешь, и там, вот собственно говоря, флакон, попользовалась я им, тоже не напрягательный, но здесь есть вот какая-то металличность, и чем больше, сначала для меня была чистая липа, сейчас я слышу вот металличность, потом он, конечно, становится космическим, и я хотела вот как раз поговорить именно о том, как он изменился, после того, как я его получила, потому что после видео мой опыт стал гораздо более глубоким и богатым, с этим ароматом он живет своей жизнью, вы его наносите, он очень диффузный, вот опять же, поведение аромата не менее важно, чем сам аромат, это безумно важный аспект поведения, и вот его диффузность, она космическая, и есть какая-то металличность, я не знаю, как объяснить, вот по этой металличности, как хотите называйте, минеральность, не знаю, какое-то объемное очень звучание, он схож действительно с ганимедом, но не по нотам, а вот именно по какому-то прохладному металлическому ощущению, мы с вами переписывались в комментариях с очень многими, большое спасибо за то, что вы делитесь своим опытом, а это сначала мы слышим липу, а потом начинает звучать вселенная, это очень объемный аромат, вы выходите из комнаты, он продолжает жить, набирает обороты, и там больше, больше, больше воздуха, объема, он прохладный, поэтому мне кажется на лето я его, у нас уже жара, поэтому сейчас его хочется носить, недавно нанесла анселад, не хочется сейчас, потому что жарко, а все-таки анселад, вот, наверное, больше, более прохладную погоду, но вот это вот солнце, это вот какая-то минеральность, это вот безумный объем, полет, легкость, такой аромат, и вы знаете тоже, опять я сказала, что это женский боли, нет, совершенно нет, здесь есть вот такой холодок, и какая-то, ну, не строгость, но есть что-то такое, вот, не строгость, вот, ну, опять же, минеральность, вот как ее можно назвать, прохлада, есть за что зацепиться, так скажем, мужчинам, он не совсем женский, подойдет абсолютно всем, обязательно с ним надо знакомиться, еще одно прекрасное творение, мне очень нравится, вот эта вот космичность, какой-то, знаете, вот мы в космосе постоянно летим, и этот аромат постоянно, что-то там происходит, набирает обороты, раз, он сменил свое звучание, два, и он уже улетел с вашей футболки, и летает по всему дому, ну, в общем, мне он нравится, и мне нравится именно такое поведение, аромата, свобода, вот, свобода в поведении, он не цепляется за вас, не надоедает вам, он живет своей жизнью, так, дальше, хотела поделиться, я продолжаю знакомиться с домом Аргос, те, кто были у меня в шкафу, вы знаете, что у меня появилась Даная, да, Даная, дальше, Палас Атен, от Аргос, и вы еще не знаете, даже те, кто был в шкафу, это недавнее, то, что я получила, пробуждение Адониса, я подсмотрела у своей парфюмерной подруги на канале, и я думаю, ну все, точно надо, вот, и, конечно же, конечно же, с таким поцелуем, психеей, и Адониса, конечно, нам нужно, во-первых, я без ума от этих историй, вы знаете, я очень люблю эти всякие истории, легенды, мифы, картины, все то, что дает какую-то идею с парфюмом, то есть, мне мало парфюма, вот так вот, да, мне уже мало парфюма, все в коробках, поэтому, видите, какую я работу сделала, вот, так выглядит, это кто у нас первая Даная, хочу о Данай поговорить, о Данай очень спорное мнение, по всему интернету, я взяла большой флакон, маленького объема не было, это, мне кажется, 3-4-100 миллилитров, да, очень спорное мнение, почему-то, кто-то говорит, что это невозможность, кто-то говорит, что это настолько диффузно, ну, очень интенсивный аромат, можно умирить, третий, говорят, что, ну, очень мужской невозможность, и, когда я получила, вдохнула, добро пожаловать, слушайте, ну, это абсолютно моя, моя история, так же, как я почувствовала любовь с, триумфом бакуса, вот, абсолютно, вот, прямо в точку, добро пожаловать домой, я чувствую, что это мой дом, и у меня много такого профиля ароматов, поэтому, наверное, они мне все не нужны, но мне очень легко носить такие ароматы, потому что, ну, и, вот, смотрите, по фрагрантике, и по пирамиде, вот, которую они официально здесь, на коробке тоже, озвучиваю, здесь, смотрите, начинается, ну, конечно, с цитруса, бергамот, лимон, дальше, гвояковое дерево, кедр, кашмирановое дерево, и в вазе, цистус, это горная роза, пачули, сандал, и мускул, вот, видите, да, древесный аромат, и все пишут, древесный аромат, но, что, здесь слышу я, во-первых, мне кажется, половину нот не написали, ну, просто потому, что здесь есть либо имбирь, либо яблоко, и здесь есть какая-то вот такая округлая, сочная, такая нота, которую я слышу, когда есть яблоко, имбирь, вишня, помните я, вот, вишня, яблоко, вот, они дают вот такую сочную ноту, округлую, и я не понимаю, здесь совершенно нет никакого фрукта, нет, откуда она взялась, также у меня такое ощущение, что у них, у всех, у всех ароматов, есть ДНК, свое, это такой, такие очень густые, амбровые ароматы, мне кажется, что здесь есть какая-то алкогольность, мне кажется, что здесь есть какой-то шафран, понимаете, вот, ну, очень много нот, которые я могу предположить, но они здесь не указаны, и, как и в других ароматах, я чувствую какую-то вот общую ДНК, общую базу, ну, красный перец здесь есть, да, почули, цистус, инканус, это вот горная роза, вот, такой аромат, мне он очень нравится, я с ним, вы не видите, дружила очень, его много не надо, мне нравится, что его слышно, он теплый, согревающий, амбровый, да, действительно есть древесность, но она такая какая-то очень приятная, более в сладкую сторону, вот опять же, как будто алкоголь есть, который вот это все подогревает, заслащивает, видите, да, вот кто знаком, кто ознакомился, пожалуйста, скажите, что вы думаете, мне кажется, пирамида неполная здесь, и Даная, Даная, помните, Даная, она была заключена в башне, и к ней Зевс просочился золотым дождем, и вот на этой картине Клинта, да, эта картина Клинта, она запечатлена в своем экстазе, в наивысшей точке наслаждения, вот такой Зевс, и такая история красивая, и такой чудесный аромат, в общем-то, ничего криминального, если вы будете читать отзывы, ничего криминального нет, мне кажется, он больше вечерний, дальше, даже больше осенний, но вы знаете, как мы все носим, нравится он мне очень, очень рада, что у меня есть Даная, и теперь два малыша, они маленьких, по объему, первая Палас от Тен, так, и здесь Минерва, это богиня, девственной силы, так скажем, и она была за справедливость, за силу, мудрость, отвагу, также она была богиней, творчества, искусств и войны, вот такая могущественная богиня Минерва, и на ее фоне, вы видите, за ее спиной, кто-то там дерется, какие-то там боги, вот, и на самом деле, это очень весенний аромат, и вы помните, я хотела себе пион, помните, я хотела эксмихила, но он сам ко мне пришел, это лучший пион, для меня, потому что я люблю, такие ароматы, узнаваемые, она не тяжелая, она прозрачная, но она теплая, амбровая, как будто, и вот здесь пионы, здесь наверняка есть перец, давайте почитаем, что они здесь, пергамот, грейпфрут, вот, грейпфрут, я очень люблю, красные ягоды, красный перец, пион, гиацин, фиалка, розовые лепестки, боже мой, и в базе, ирис, сандал, из мессоры, конечно же, амбра, ветер, почули, ваниль, это такое счастье, я вам скажу, это класс, ой, вообще, я была очень рада, заказывала я все, естественно, вслепую, по отзывам, где-то там я нашла, какие-то видео, вот такая, непонятно, кстати, что у нее на лице, это маска, ну, с удовольствием буду разгадывать, мне нравится, что у них сложные ароматы, что не все ноты, как будто бы не все ноты указывают, мне нравятся истории, вот прям сказки на ночь, и последний аромат, это пробуждение адониса, адонис, 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 а это уже картина Джона Уотерхаус, он был английским художником, прерафаэлитом, вот очень люблю я прерафаэлитскую, прерафаэлитскую такую эстетику, очень мне она нравится, и согласно легенде, адонис, греческий бог красоты, желания, и перерождения, трагически умер во время охоты, и Афродита, а, это Афродита, я думала, психея, Афродита ринулась к нему и порезала себя от розового куста, и роза символ Афродиты, вот появился такой пурпурный, багровый, о, багровый, точно, появился такой багровый след от ее крови, и поцелуй от богини Афродиты, разбудил Адонис и спас от смерти, ну и естественно, как вы думаете, о чем аромат, это аромат о розе, ой, ну здесь розовое вино, мне все время кажется, что у них есть алкоголь, в ароматах, но это очень теплая, опять, такая согревающая амбра, так, бергамот, грейпфрут, красный перец, в сердце здесь, болгарская роза, жасмин, ваниль с, малинкой, дальше сандал, роза, абсолют розы и кашмирановое дерево, очень красиво, очень классно, я очень, не свет, как будто, чуть-чуть кожи есть, я его по-другому, в первый раз почувствовала, видите, сейчас он мне кажется, менее сладким, и более глубоким, вот так, вот что значит, дать постоять аромату, хоть, я получила буквально, может, 3-4 дня назад, очень красивый, буду с нею знакомиться, пока я его еще не разнашивала, ну, один раз поносила, я это не считаю за разнашивание, вот такое красивое, красивая история, красивые коробки, еще хотела поделиться, я наконец-то получила, Исра и Мираж, от Стефана Умбер, Лука, и, безусловно, я сняла уже распаковку, на шорт, так что, пожалуйста, не упрекайте меня, что залапано, заляпано, вы знаете, эти флаконы очень тяжело отмывать, это, конечно, ваниль, и это, ну, безумно, похожий аромат на Маск Хаважер от Фредерик Маль, сейчас, сначала мне показалось, ну, все, 100% копия, сейчас я слышу здесь другие оттенки, но в том же направлении, это вот теплый, такой очень пряный ванильный аромат, я здесь слышу травность, вот как в моем любимом солей до джеда, вот эта вот травность, горечитой ромашки, и здесь тоже есть и пряность, горечь, но все это вот под, ну, как сказать, под лучами ванили, красивый аромат, я слышу даже какой-то ут, а здесь есть ут, да, здесь есть ут, сейчас я его чувствую, при получении не почувствовала, смотрите, здесь вот мускатный орех и корица сближают его с вот Маск Комплексити, Маск Хаважер, вот эти вот такие пряные, но там больше мускусные, они не такие интенсивные, так скажем, там все-таки мускус, они более пудровые, более приглушенные, здесь корица, мускатный орех, мандарин, бергамот, настартии, дальше идет гелиотропос, мантус, поэтому все-таки запудривается, и дальше в базе и ваниль, и серая, амбра, белый мускус, сандал, ут, пачули и кожа, поэтому он такой, несмотря на то, что, он сладкий, но, но у Степана Умберто Лука все настолько многослойно, сложно, сбалансировано, с множеством граней, это вы знаете, как вы берете алмаз и смотрите на солнце, и там вот эти грани играют тысячей лучей, очень красиво, мне нравится, что и контрастность есть, ут, пачули, да, серая амбра и вот асмантус, гелиотроп с множеством специй, очень нравится аромат, но вот если вам нравятся именно специевые, теплые, пряные, вот как только я вижу свежий пряный, теплый пряный, это мои категории, мне очень нравятся эти ароматы, да, мне все нравится, мне многие ароматы нравятся, так, еще одна новинка, с которой я еще не делилась, ля прима, я ее все-таки взяла на лето, я очень хотела еще, еще один аромат от этого дома, потому что я вам говорила, что от этого дома все ароматы прекрасны, я очень люблю базилика, это очень умиротворяющий аромат, я просто помню, один раз я пришла к Сакракер, вот, кафедральный собор в Париже, да, я помню, там играла музыка и плакал ребенок, это было так красиво, я никогда не забуду, для меня базилика ассоциируется вот с этим моментом, красивая органная музыка, плач ребенка, но это не то, что он страдает, вы понимаете, да, когда плачет ребенок, там нечто другое, какой-то очень светлый момент, и музыка холодной стены, и солнце на улице, чистое утро, это как раз, мне кажется, и было воскресное утро, и я ассоциирую этот аромат вот с тем моментом, он очень светлый, умиротворяющий, очень люблю этот аромат, базилик, и поэтому Ла Прима, почему я взяла, потому что он белоцветочный, я хотела на лето что-то от этого дома, тем более, вы помните, я о нем отзывалась, что цена-качество у этого дома потрясающая, вот, и такие немного старомодные флаконы, и это безумно красивый белоцветочный аромат, кремовый, это очень светлый, женственный аромат, здесь очень-очень красивые белые цветы, они светлые, женственные, уравновешенные, вот с какой-то и пряностью, и свежестью, здесь есть на старте давана, бергамот и кардамон, но кардамон неявный здесь, вот, дальше, жасмин, османтус и цветок апельсина, вот я как раз хотела цветок апельсина какой-нибудь, но хотела, чтобы вот не он один был, вот медовый такой, мне он пудрит слишком, а вот чтобы он в компании, и османтус, я очень люблю, и жасмин, они так красиво вместе играют, ну, и в базе ваниль с мускусом, это очень красивый, белосуточный аромат, причем, если вы ищете вот что-то на лето, вот этот бренд, сочетание цена-качество, потрясающее, стойкость хорошая, не надоедает, он очень приятный, пока я его носила пару раз только, не было возможности просто, вы понимаете, я еще не считала свои коробки, подождите, поговорим еще об этом, очень красивый, никакой им дольности нет, вообще нет, очень красиво, элегантно, это вот, утонченно, ну, очень красиво, я правда тоже хочу, мимо еще, парочку флаконов, но я уже боюсь, я уже боюсь идти на сайты, потому что, куда складывать, мне в первую очередь, нужно шкаф купить, а потом уже, на сайты идти, так, ну и последний аромат, у меня для вас, все в коробках, я его распаковывала, с девчонками, с тренировок, я помню, пришла на тренировку, я его попробовала, в общем-то, я девочке старалась, подружиться с ним, я старалась, честно, признаюсь, вон, как старалась, аромат, аромат, джейн, дело в том, что я очень люблю, и я безумно люблю, в чимпаку, османтос, амбра, рояль, с монтабака, вы помните, я не подружилась, ну, потому что там вот сандал, мне кажется, он немного мужской, но у меня классическая версия, здесь что, да, здесь заявляют миндаль, здесь заявляют вишневый цвет, молочная сандала, но я здесь слышу, амбра деревяшки, вы меня убейте, и вот, мне некомфортно, вроде, с одной стороны нравится, но мне не нравится, как он сидит, хотя обычно у Орманд Джейн, все ароматы, они очень приятные, вот вспомните, уумен, толу, чемпака, османтос, они сидят очень близко к телу, они очень красивые, женственные, прозрачные, это на мне сидит колом, из амбра деревяшек, плотно, не играет, ничего там, ни какой-то тонкой вуали, никакой игры, но, мимо, сидит вот так вот, душит, не знаю, пожалуйста, делитесь своим мнением, я, честно говорю, старалась, то есть, это не первый, я не сразу снимаю это видео, у меня было время пообщаться с этими ароматами, я только, наверное, не пообщалась, как следует, с Адонисом, но пообщаюсь, там, видите, даже, по-другому уже, его слышу, вот, я с ним общалась, и он мне, не пошел мне навстречу, здесь зеленые ноты, на старте, бергамот, лайм, розовый перец, кориандр, мандарин, ну, красивый, если вы ноты прочитаете, это мечта, цвет вишни, цикламен, то есть, должна быть, вот, какая-то прозрачность, водянистость, да, фрезия тоже, водяная лилия, фиалка, роза, базия, кедр, сандал, а, да, здесь нет, кстати, почему я взяла, что здесь миндаль, амбра, ваниль, бобы тонко, а, ну, наверное, бобы тонко могут давать, какую-то ореховость, но это настолько плотно сидит, здесь нет, вот, эмбра, нет ничего такого, ну, почему он таким колом на мне сидит, я понять не могу, вот, тот момент, со мной очень редко случается, когда не могу носить, и мне хочется смыть, вот так, хотя, а Торманд Джейн, я вообще такого не ожидала, потому что, я очень хорошо, достаточно знакома, с брендом, и могу сказать, что они прозрачные, акварельные, а тем более, сакуры, я ожидала, ну, Японию, вы помните, что я Японию люблю, я думала, ну, что-то там должно быть, от Торманд Джейн, и вот, ну, не знаю, ну, спасибо, что не минеральный ут положили, а то бы еще и навоз давал, так, ну, на этом у меня все, большое спасибо, за ваше внимание, я, пожалуйста, пишите в комментариях, знакомы ли вы с этими ароматами, носите ли вы их, пожалуйста, пишите по поводу вот этого товарища, Сакура Торманд Джейн, потому что я слышала очень красиво, хорошие отзывы о нем, но вот я с ним никак не могу подружиться, может, отстоять его надо, у меня сейчас полная ревизия всей моей коллекции, я могу сказать, что, что, конечно, я меняюсь, конечно, но ароматы отстаиваются, и настолько меняется, они углубляются, понимаете, они становятся богаче, например, Гриши Арнель, это, я и так его любила, но он стал еще более интересным, многогранным, я раньше думала, да, молочный чай, но сейчас там настолько много, я там и ирис слышу, я там слышу больше сандала, раньше больше кориандр, больше слышала кардамона, сейчас больше сандала, какая-то такая темнота, горчинка идет от ириса, ну, в общем, пересмотрите ваши коллекции, скажите, что вы по этому думаете, по этому поводу, потому что очень меняются ароматы, и это очень интересно все, это очень все интересно, пожалуйста, присоединяйтесь, будет вещание из шкафа, я буду подводить итоги, и также я еще хочу поговорить о люксе, потому что я перебирала люкс, я думаю, все, я начала психовать, признать вам честно, я думаю, все, люкс, все, отдам, все, гудвилл отвезу, продавать очень тяжело, никто не хочет и копейки платить за флаконы, тем более за начатые, и вот легче отдать, действительно, и я начала пересматривать, ну, нет, я подумала, как это я с этим расстанусь, с этим не расстанусь, с этим вообще никогда не расстанусь, так что у меня есть, так что у меня есть, я думаю, предмет разговора на часа два, какой люкс, никогда не уйдет из моего шкафа, ни при каких обстоятельствах, вот, так что давайте, приглашаю вас в шкаф, и, пожалуйста, смотрите записи, там, они долгие, но можно проматывать, если хотите, большое спасибо за то, что присоединились, буду записывать чаще, теперь ребенок выздоровел, я отвела курс, пока работа не предвидится, так что на следующей неделе точно я буду записывать, по ваниле у меня все готово, хотела сегодня снять, заснула, по ваниле сниму, вот так, простите, что долго говорила, потому что соскучилась, и что-то, видимо, энергетикой перепела, все, всем, всего вам прекрасно, прекрасных выходных, пожалуйста, ставьте мне лайки, пишите в комментариях, все, что хотите, знаете ли вы эти ароматы, и, пожалуйста, присоединяйтесь в шкаф, будем обсуждать люкс, допаковывать, и подводить итоги, будем делать статистику, по моему шкафу, все, на этом у меня все, все, самого доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok